Чтобы уловить как можно больше солнечного света, поверхность листа, листовая пластинка, часто бывает широкой и тонкой. Сверху и снизу лист покрыт тонкой прозрачной кожицей. Кожица состоит из одного слоя живых клеток. Большую часть клетки занимает крупная вакуоль с клеточным соком. Цитоплазма с ядром и бесцветными пластидами находится вблизи клеточной оболочки. Кожица покровная ткань. Ее клетки плотно прилегают одна к другой. Оболочки склеены межклеточным веществом. Кожица предохраняет внутренние клетки листа от высыхания и повреждений. Среди бесцветных и прозрачных клеток кожицы встречаются расположенные парами замыкающие клетки, в цитоплазме которых содержатся зеленые пластиды хлоропласты. Между ними находится щель. Эти клетки и щель между ними называют устицем. Через устичную щель в лист проникает воздух и происходит испарение воды. Основная ткань листа делится на столбчатую и губчатую ткани. Клетки столбчатой ткани имеют удлиненную форму. Они располагаются в 2-3 плотных слоя под верхней кожицей. Они напоминают почти одинаковой величины столбики, поэтому эту ткань называют столбчатой. В их цитоплазме находится очень много хлоропластов. Примерно 3 четвертых, 4 пятых всех хлоропластов листа. Поэтому лист имеет зеленый цвет. Присутствие большого числа хлоропластов в клетках столбчатой ткани свидетельствует о том, что в этой ткани осуществляется воздушное питание растения фотосинтез. Фотосинтез это химический процесс, благодаря которому зеленые растения обеспечивают себя пищей. Фотосинтез протекает внутри хлоропластов. В хлоропластах присутствует зеленый пигмент хлорофилл. Он использует энергию солнечного света в реакции соединения поступающего из воздуха углекислого газа с водой, поглощаемой корнями растения. В результате этой реакции образуется один из сахаров глюкоза. Сахара, растворенные в соке, разносятся по всему растению по ситовидным трубкам. Под столбчатой тканью лежат более округлые или неправильной формы клетки. Они неплотно, рыхло прилегают друг к другу. Хлоропластов в них меньше. Эти клетки образуют губчатую ткань. Пространство между клетками губчатой ткани называют межклетниками. Они заполнены воздухом. Через губчатую ткань происходит газообмен. Если рассматривать под микроскопом поперечный разрез листовой пластинки, в ней можно увидеть проводящие пучки листа жилки, состоящие из сосудов, ситовидных трубок и волокон. Сильно вытянутые клетки с толстыми стенками волокна придают листу прочность. По сосудам передвигаются вода и растворенные в ней минеральные вещества. Ситовидные трубки, в отличие от сосудов, образованы живыми длинными клетками. Поперечные перегородки между ними пронизаны узкими каналами и выглядят как сито. По ситовидным трубкам из листьев передвигаются растворы органических веществ. Кроме того, жилки выполняют роль скелета листа, придавая ему форму и прочность.